Питца церкви впервые. Вот, это как себя, а защищать правду Божию. Это классическая история, а люди премия стал Антиох Эпифан. Наш последний вечер вместе, нет, в этот раз. Уже завтра будет неделя, как я приехал. Жизнь быстро проходит. Два мгновения назад мне было шнадцать. Все очень быстро. Правильно? С каждым годом становишься старше и быстрее жизнь проходит. Быстрее и быстрее. В шесть лет казалось, что год длится вечно. А теперь я думаю, что один год – это ничто. Очень быстро. Надеюсь, увижу вас в следующем году, если будете согласны. Вчера мы говорили о манипуляции. Как она работает? Когда я не защищен, я не чувствую себя в безопасности. Я чувствую угрозу. Чем больше я чувствую себя, чем меньше я чувствую себя в безопасности, тем больше мне нужно защищать мой мир. Я должен контролировать свой мир. Когда люди слишком сильно контролируют, почему они контролируют? Они не чувствуют себя в безопасности. Обычно те, кто контролируют, они сами по себе неплохие люди. Да, есть некоторые, которые действительно плохие, потому что они контролируют по причине желания именно унижать других. Но большинство людей контролируют, потому что они боятся. Часто родители боятся за своих детей. Они не хотят, чтобы те принимали плохие решения. Поэтому они пытаются контролировать все. И потом дети бунтуют. Потому что они чувствуют, что они не имеют жизни. Мои родители пытаются меня контролировать. Потом они принимают неправильные решения. И учатся тяжелым путем. Если любите своих детей, не контролируйте их. Учите их. Обзращивайте их. И когда, например, мои дети были еще маленькими, и мы видели пьяного человека, который шел, я говорил, вот смотрите, вот так вы будете выглядеть, если будете пить. Посмотри на его жизнь. Посмотрите, как они живут. Это не очень хорошо. Потому что, когда они были молоды, они баловались наркотиками. Было хорошее время вначале. Но спустя время это создает множество проблем, бесконечных проблем. Поэтому я показал своим детям примеры, которые, к чему приводят, например, наркотики или алкоголь. Моим всем троим детям уже за 30. И никто никогда не пробовал наркотики. Но если ты пытаешься защищать и контролировать, чтобы они не приняли неправильное решение, это приводит к противоположному эффекту. Они хотят убежать от тебя. И они хотят попробовать все, что ты называл плохим. Но нужно их учить. Люди должны принимать решения. Конечно, когда дети маленькие, мы принимаем решения за них. Это хорошо. Но когда они взрослеют, нужно принимать решения совместно уже. Вы не говорите им уже, что делать. Вы уже говорите, что может произойти. Что вы думаете? Почему это будет хорошо, а это плохо? Вы позволяете им сказать, что они думают. Вы хотите, чтобы они росли и были зрелыми. Правильно? Помните, я говорил, что когда я наставляю людей, я говорю, что вы будете совершать ошибки. Если вы не совершаете ошибки, вы не учитесь. Но ошибки – это не проблема. Мы все делаем ошибки. Все делаем неправильный выбор. Хорошо. Мы учимся на этом. Амен? И чувство небезопасности заставляет нас желать… приводит к желанию контролировать. И для контроля мы используем манипуляцию. Есть два типа манипуляций. Пассивная и агрессивная. Пассивная – я жертва. Моя жизнь настолько плохая, что вы должны что-то сделать для меня. Я, когда впервые поехал в Амстердам, там были цыгане. И у одной женщины была дочка или маленькая девочка. И они ходили по улицам, просили денег. И эта девочка сидела с высунутым языком, такая маленькая несчастная. Ужасное зрелище. И сразу возникает такое неприятное чувство, хочется дать денег. Но я жил в городе. И я видел, как они себя ведут уже за пределами туристической зоны. Та же девочка бегает, играется, счастлива, нормальная полностью. Но когда они отправлялись в туристическую зону, все, я жертва. Что они делали? Манипулировали. Мы все так делаем. Я хочу, чтобы вам было стыдно или вам было жалко меня. Чтобы вы были грустными. Я хочу, чтобы вы сделали что-то для меня. Может, мне нужно просто внимание. Может, мне нужны деньги. Кто знает. Есть агрессивная манипуляция. И люди используют угрозы. Если ты не сделаешь то, что я хочу, тогда будет так. Угрожают. Я тебе сделаю больно или оставлю тебя, укушу тебя или еще что-то. Агрессивное поведение. Если люди используют манипуляцию, что на самом деле они делают? У них есть как бы пропасть в жизни. И что наполняет эту пропасть? Любовь. Любовь. Принятие. Когда люди не чувствуют себя в безопасности, нельзя их игнорировать. Это не поможет. В то же самое время нельзя делать то, что они хотят, чтобы вы делали. Потому что это кормит монстра. И становится хуже. Понимаете? Люди должны быть любимы и приняты. Чем больше человек чувствует себя в безопасности в отношениях, тем меньше он манипулирует. Понимаете? Если кто-то постоянно говорит о себе, тогда ему нужно утверждение или ободрение. И когда вы начинаете их подбадривать, то обычно они перестают говорить о себе. Вы видите хорошее качество в них, вы говорите о них, вы выделяете их. Но те, кто постоянно говорят о себе, значит, у них какая-то пропасть или дыра в сердце. И вот этот дух колдовства – это когда люди используют духовную манипуляцию, чтобы контролировать людей. Кто-то конкретно взывает к бесовским силам, совершает жертвы. Кто-то заключает договор с дьяволом. Есть те, кто одержимы демонами. И демоны через этих людей, они контролируют через страх жизни людей. Понимаете? Вы видели такое, что группа людей, например, они испытывают невероятный страх перед какой-то личностью. Иногда это может быть духовно. И колдовство – это дух небожьего контроля. Есть вопросы по этому поводу? Как распознать манипуляцию? Как вы понимаете манипуляцию? Потому что есть много типов манипуляции. Я думаю, это просто можно ощутить. Когда это происходит снова и снова, вы видите определенную модель. И чем больше вы работаете с людьми, тем лучше вы начинаете различать. Я вижу, как люди иногда пытаются мной манипулировать. Но из-за того, что я очень много лет уже в служении, меня это не беспокоит. Они разозлятся, если я не сделаю то, что они хотят. Ничего страшного, в другой день не будут злыми. Нельзя об этом переживать. Я должен делать то, что я верю правильно. И надеяться, что они преодолеют свою злость. Но я все равно буду любить людей и буду уважать. Потому что если они принимают неправильные решения, это не значит, что это плохие люди. У кого были отношения, где вторая сторона манипулировала постоянно? У большинства людей были такие отношения, когда один манипулировал постоянно. Вы понимаете, о чем я говорю. Это люди как будто чувствуют себя постоянно под одеялом чем-то. Еще один способ распознать манипуляцию это увидеть, нужно ли вам какое-то подтверждение или ободрение от людей перед принятием решения. Потому что, например, вам кажется, что люди могут расстроиться или переживать из вашего решения. Возможно, человек манипулирует вами. Это отличается от совета со стороны мудрых людей. Но люди, которые дают совет, они не будут расстраиваться, если вы примете неправильное решение. Иначе они получаются незрелы духовно. Когда мои дети принимают неправильные решения, я знаю, что они должны будут столкнуться с их последствиями. Я понимаю это. Нам не нужно наказывать людей. Жизненные решения накажут их. Понимаете, о чем я говорю? Вы все равно должны любить людей. Но жизнь, она суровая. Если примете неправильные решения, у вас будут последствия. Если сердце ваше правильно, вы научитесь от этого. Я отдаю людям свой совет, то, что я думаю лучше будет для них. Но потом я говорю, это ваше решение, вы должны сами определиться, что правильно для вас. Моя жизнь не будет счастлива или не счастлива из-за вашего решения. Когда моей дочери было 16, она решила уйти из дому. Ей не нравились правила. Когда она сбежала из дому. Двое сыновей и моя жена. Я сказал, идем в кино сегодня. Это было особенное что-то для них. Мы потом пошли бы в ресторан. И сначала в ресторан, потом в кино. Потому что я знаю, что все равно этот слух дойдет до дочери. И она хотела видеть, какая будет реакция. Спустя неделю. Она сказала, я возвращаюсь. Но ты должен поменять правила. Я сказал, нет. Те правила, которые у нас есть, мы думаем, что они правильные. Хочешь жить с нами, хорошо. Но вот такие правила. Понимаешь? Даже если вашему ребенку 59 лет, если он живет у вас дома, тогда он живет по вашим правилам. Понимаете, что я говорю? Когда у вас свой собственный дом, вы можете составлять свои правила. Я, в общем, от учения перешел к созданию проблем. Чей дом того и правила. И если не согласен с правилами, не живи в этом доме. То же самое в общине. Многие люди говорят, что мне не нравятся правила в общине, какие бы они ни были. Разная община действует по-разному. Я путешествовал в 75 странах. Я был во многих культурах по всему миру и в общинах там. И они по-разному ведут себя. Когда вы становитесь членом общины, где бы вы ни были, вы подчиняетесь правилам, которые установлены в общине. Нет ничего плохого в том, чтобы вносить предложение или иметь лучшее какое-то понимание. Но мама и папа дома в итоге принимают решение. Так жизнь устроена. И когда мы подчиняемся этому, Господь благословляет нас. Когда мы боремся с этим, мы усложняем свою жизнь. Так оно устроено. Многие люди говорят, что я создам свою собственную общину или церковь. Вот что я говорю таким людям. Если ты начнешь общину, не приводи людей из других общин, уже верующих, не переманивай свою общину. Это воровство. Воровство. Бог говорит, что это воровство. Иди найди тех, кто не знает Господа. Приведи их Господа. Научи их. И начни общину. Если Бог с тобой, ты можешь это сделать. Как я начал свою общину? Если люди ко мне приходили из других церквей, я их отправлял обратно. Мне не нужны вы. Вы нам не нужны здесь. Я хочу достигать тех, кто не знает Господа. Потому что те, кто приходят к вам из других общин, они приходят, они приветствуют. Они говорят, что ты самый лучший пастор, у тебя лучшее поклонение, все лучшее. А потом говорят, что делать. Так оно действует. Делай то и делай это, не делай то и не это не делай. Так оно происходит. Так оно происходит. Я говорил людям, вы мне не нужны. Будьте благословенны, но это не лучшее место для вас. Я хочу, чтобы приходили те, кто не знает Иешуа. Потому что те, кто не знает Господа, они голодны. У них есть нужды. Они хотят учиться и расти. Они не приходят уже с планом, чтобы манипулировать тобой. Их планом. Знаете, почему люди меняют церкви? Потому что в одной церкви у них есть план, и он не работает в одной церкви. Они идут в другую, чтобы осуществить его. И так бродится. Это не всегда такая проблема. Иногда люди уходят по понятным, правильным причинам и переходят в другое собрание по правильным причинам. Но если мы говорим о духовной брани, где происходит самая большая духовная брань? В церкви. В общине. Потому что если дьявол может победить нас в общине, он победил. Писание говорит, что он приходит под видом ангела света. Выглядит хорошо. Он впечатляет. Ого, этот человек очень одарен. Этот человек должен стать проповедником или лидером прославления или еще кем-то. Но в Царстве Божьем не нужно продвигать талант или дар. Мы должны продвигать верных людей. Тех, кто способен обучаться. Господь благословит человека, у которого меньше талантов. Который имеет благоволение, который честный, который способен учиться. Те, кто особенно талантлив, с ними особенно тяжело. Потому что они знают, что они умные и талантливые. Что они делают? Они продают свой дар. И на самом деле они так и делают. Они говорят, хорошо. Смотри, у меня есть дар. Вот гривна. И они говорят, видите, какой я прекрасный? Я отдам вам свой дар. Но вы мне даете, я не знаю, пять гривна? Как думаете, сколько стоят мои учения за пять минут? Скажите, назовите цену за пять минут. Назовите сумму какую-нибудь. Пятнадцать гривен стоит? Кто думает, что 15 гривен за пять минут нормально? Пятнадцать хотя бы. Ничего не стоит, да? Ты меня обидел сейчас. Что думаете, сколько? Ну, пятнадцать хотя бы будет за пять минут. Пять долларов. Мы нашли в основном. Мы блесли. Мы блесли. Мы помолимся. Я пытаюсь дать кому-то денег. Окей, я даю вам больше. Я завтра уезжаю. Короче, он сейчас деньги раздаст. Гривны ему не нужны. Шестьдесят гривен за пять минут стоит? Кто-нибудь так думает? Да, эта женщина думает. Вы думаете? Возьмите шестьдесят гривен ваши. Но это вам. Будьте благословенны. Я просто такой милый, добрый. Вы понимаете, о чем я вас учу? Вот так люди поступают. Если я вам даю свой дар, то вы мне даете столько власти. Или столько денег. Или это, или то. Как Иешуа называет таких людей? Иоанна 10 глава, запишите. Иоанна 10 глава, давайте поговорим. Иешуа говорит о служении и общине. Потому что самая большая борьба идет внутри общины, а не снаружи. Иоанна 10 глава. Он рассказывает историю. И он говорит о образе доброго пастыря. В этой истории присутствуют разные персонажи. Как в кино есть разные персонажи. Какие это персонажи? Скажите. Добрый пастырь. Наемник. Чего? Наемник. Комбайнер. Кто еще? Шип. Овцы. Отец. 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 Овцы. Отец. 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 Еще есть вор или странник, вор. Помните, я говорил о воре? Исшуа говорит, я добрый пастор. Я озабочусь об овцах. Как мы смотрим на хозяина? Если вы, например, отправились в другой город, ищите себе общину. Вы наблюдаете и смотрите, любит ли пастор своих овец. За короткое время можно увидеть, любит ли пастор овец. Но во многих местах люди или паства существуют для того, чтобы благословлять этого пастора. Благословлять его служение. Но в царстве все по-другому. Пастор находится там для того, чтобы заботиться и любить овец. Во многих случаях пастори эти ищут богатства или контроля. Ничего нет плохого в том, чтобы бог благословлял людей, и это хорошо. Вопрос в мотивации сердца. Почему они в служении? Они в служении ради людей? Или ради того, что они получат от этого служения? Если бы Валентин и Татьяна были ради денег в служении, они были бы самыми глупыми евреями, которых я только встречал. Что они здесь делают? Они могли бы быть в США, где деньги. Это говорит о многом. Обо всем. Я живу в Штатах. И я знаю, что если бы они хотели, они были бы богатыми. Они одаренные и умные. Они очень одаренные и очень умные. Они мне не платят за эти слова. Они мне просто дают пиццу, и я говорю хорошие вещи. Но это правда. Вы благословлены. Будьте благодарны за это. Это хороший пример. Но так не везде. И пастырь, он находится ради овец. И еще говорит, что я пастырь добрый, и я дверь. Всякий, кто хочет прийти к овцам, должен пройти через меня. Если кто-то хочет прийти и служить людям в общине, они должны пройти через дверь. И они, если проходят через дверь, они проходят через пастырь. И пастырь говорит, что это хорошие люди, слушайте их. Куда бы я ни ехал, я делаю то, что мне говорят. Понимаете? Я не говорю там на местах, что делать. Я просто подчиняюсь. То есть, я действую через пастыря поместного. Это правильно. Я ничего не хочу сделать плохого. И пастырь говорит, что если кто-то перелазит через стену, это вор и убийца. Если кто-то хочет сказать, что делать, но не проходит через дверь, то у него есть какой-то коварный план. Так это устроено. Потом еще что у нас есть. Есть наемные работники. Наемники. В общине есть разные люди. Какие-то люди работают за деньги, за оплату. Не обязательно это деньги. Может быть, это власть и признание. Хвала. Но чтобы совершать служение, они начинают торговаться. Наемник. Наемные работники — это те, кто трудятся, если только получают оплату, которую они хотят. И если они не получают свою оплату, то они говорят нет. Когда я был в библейской школе, я был довольно глупый, я работал на заправке по ночам на выходных. В очень страшном, но опасном районе, где была плохая безопасность. я брал деньги у людей и заправлял машины. И там так устроено, что сейф находится как бы в земле, и я туда ставил деньги, и деньги забирались. Но там были люди, которые могли застрелить за 20 долларов. У меня был план. Если кто-то ко мне подойдет грабить меня, я скажу, вот деньги. Я бы спросил, я бы спросил, вы хотите, чтобы я упаковал это в коричневый мешочек или в белый? Хотите, я донесу до машины? Я не собираюсь умирать за нефтяную компанию. Почему? Они мне недостаточно платят. И вот так размышляют люди в общине некоторых. Они будут служить Господу, если они будут получать достаточно, как им покажется. Но если вы будете их просить больше, чем они обычно делают, они скажут, мне недостаточно платят. И Иешуа говорит, я пастырь добрый. Я полагаю свою жизнь за овец. Я совершаю жертву за овец. Если придет волк или лев, то пастырь он готов умереть за овец. Понимаете, о чем я говорю? Но наемник скажет, как я тогда сказал, что мне недостаточно платья, чтобы я умирал за кого-то. И вы должны знать, что Бог трудится с нами там, где мы есть. И многие ученики, которые пришли к Иешуа, они были наемниками. У них были неправильные мотивы. Ни один из нас не приходит с чистыми мотивами к Богу. Это неплохо. Это, в принципе, даже нормально. Но Бог приносит испытания в нашу жизнь. И мы видим нашу мотивацию. Потому что во многих это не видно сразу. Но когда приходят испытания, они говорят, вот, мое сердце неправильно. И вы просто меняете сердце и растете. Так Господь очищает нас. Он позволяет нам увидеть то, что неправильно в нас. Когда вы видите слабости в вашей жизни или неправильные вещи, это не значит, что вы плохой. Это означает, что это новая возможность для роста. Аллилуйя! У всех у нас есть слепые зоны. Очень легко видеть чужие проблемы и тяжело свои. И в этой истории мы видим разные персонажи. И сказано также о страннике. И говорится о том, что они не будут слушать голоса странника. Почему? Потому что он будет стараться учить людей, что делать. Но эти люди не будут приходить через Господа. Понимаете, о чем я? Они не хотят этого делать. Они сами не хотят делать, но хотят учить других. Иисхуа говорит, не все учителя, или не делайте все учителями. Потому что у учителей больше ответственности и больше суд. если вы хотите учить других людей, вы должны это делать сами. Неважно, сколько вы уже с Господом, всегда есть место для роста. И вот духовная война. враг хочет перелезть через стену и влезть в общину и создать проблемы. Вот разница между волком и пастырем. Можете записать. Волк, он рассеивает овец. Пастырь собирает овец. Посмотрите на плод жизни человека. Если кто-то вносит проблемы в общине, обычно есть определенная история за ним, что этот человек делал это снова и снова и снова. и всегда это приводило к тому, что овцы рассеивались. Но пастырь, он собирает овец и заботится о них. Еще один момент. Овцы едят тогда, когда они чувствуют себя в безопасности. Люди растут тогда, когда в общине царит любовь. Люди растут. Как действует враг? Он пытается создавать в общине проблемы и смятения, чтобы люди боялись, были в страхе. и вместо роста они постоянно напряжены, думая, что происходит, что сейчас будет, и не растут. Как действует Господь? Он кормит овец. Он дает им безопасность. волки часто убивают больше, чем они могут съесть. Они несут разрушение. Они не заботятся об овцах. Они пользуются овцами в своих целях. В служении волки они часто разрушают жизни других людей. Если кто-то попадает под служение волка, в кавычках служение, и пройдет небольшое количество лет, и жизнь такой овцы будет разрушена. И волки часто действуют самостоятельно. Но обычно в группах. И они действуют на территории, которые они знают. Но не на той, которую они не знают. Есть баптистские волки, мессианские волки, харизматические и другие. Они знают язык культуры, язык группы, и они остаются обычно на одной территории. и Ешуа предупредил нас о волках. И апостол Павел предупреждал Эфес о волках. Поговорим после перерыва. Будьте оборудоваться.